Всем привет! С вами Одержимые, а это полностью перестроенный, полностью переосмысленный БДС ВР-34 образца 2019 года. И чем же она отличается от прошлогодней, спросите вы? То же самое вроде все на вид. Ну, если смотреть с четырех километров в темных очках ночью, наверное, и то же самое. Нет, машина полностью другая, и сейчас расскажу о том, что мне нравится больше всего и что меня больше всего будоражит. Это внешний вид. Вот лучше для меня дрифтовая машина выглядеть не может. Расскажу, что изменилось. То есть когда-то в 2017 году, когда эта машина только начинала свое путешествие в мир дрифта, на ней стоял вайтбоди Урос от Кена Намуры. Но он был очень узкий. То есть вайтбоди он называется условно. Расширение всего по 4 сантиметра с каждой стороны. А Скайлайн, вы понимаете, он супер длинный. Так вот, чтобы он хорошо рулится, его нужно делать чуть-чуть квадратным. В нашем случае не чуть-чуть, потому что нужно, чтобы супер резкая машина была. В прошлом году мы расширили переднюю колею, а заднюю к нему недорасширили. То есть не стали следовать принципам, что морда и задняя часть должны быть одинаковые по ширине. И думали, что окей, и так сработает. В итоге не сработало. И нам пришлось в этом году подгонять заднюю колею под переднюю, причем с точностью до сантиметра. И заднюю колею мы расширили с каждой стороны в этом году по 5 сантиметров. И пришлось, естественно, сделать вот такие пухлые арки в ателье в Красноярском. Monster Service, который обвесы делает для всего мира. Сзади отрезали нафиг бампер. Он был просто вот до пола, вот такой. И мне это совершенно не нравилось. Причем я принял такое решение совершенно случайно, когда во Владике в стену улетел, бампер отвалился. Думаю, о, как классно без бампера. И думаю, давай-ка его отпилим. Отпилили наполовину, здесь тоже все убрали. Теперь легковесная задница. Убрали, наконец-то, лавку. Много споров о ней было. Нужна, не нужна. Зацеп, не зацеп. В общем, отвечаю так. Ставим крутейший кастомный дактейл, забываем про лавку и просто настраиваем подвеску. Потому что, да, ставишь 20-килограммовую лавку, прямо на разгоне машина лучше разгоняется, чем без нее. Но когда ты начинаешь ей рулить и делаешь перекладку, 20 килограмм маятника на задней части просто уносят тебя в никуда. Поэтому от нее отказались. Едем теперь на суперлегком дактейле. И с ним машина выглядит просто бомбически. А, еще одно изменение. Ну, посмотрите, какой парень у нас теперь с челюстями здесь. Ну, невозможно же сказать, что это теперь фонарь с разборки. О, челюсти есть. Еще и чупу мы вот такой приделали. Все. Надо название ему, кстати, какое-то придумать. Имя. Очень часто нас спрашивали, почему именно VR вы поставили в Skyline. Почему не LS с турбиной или не JZ, как все. А я вам отвечу, почему. За прошлый сезон все, что мы делали с мотором, а он на секундочку в пиковую мощность отдавал 1200 сил, а ездили мы от 800 до 1000. Мы только меняли масло и один раз достали свечи, посмотрели на них и решили, что... Да и свечи-то менять надо. И обратно закрутили. Вот все, что мы делали с мотором. Он вообще не требует к себе внимания. Только открываешь лок, смотришь, что все в порядке, ничего не звенит, не детонит, воздух холодный. Все в порядке. Это очень крутой современный мотор, который отдает очень много мощности, мало весит и не требует обслуживания. Только единственное, что его нужно один раз хорошо построить. В прошлом году мы ехали на Garrett 3071 Gen 2. Это достаточно большая турбина, особенно когда у тебя их две, и в каждую из них дует всего по 1,9 литра объема. Очень резко приходит мощность и сложно ее контролировать. В этом году мы поставили меньшие по размеру Garrett G25 660, которые отдают каждое по 660 сил в пиковой нагрузке, но едут на 30% раньше. То есть у нас полка момента сместилась к началу оборотов. Мы сильно раньше начинаем ехать, и полка у нас растянулась. То есть мне теперь газом проще управлять мотором. Он не просто взрывается и летит куда-то, я могу его очень точно контролировать. Вот до чего дошли технологии в новых турбокомпрессорах. Маленькая турбинка много дует и едет рано. А еще мы в этом году отказались от системы метанола. У нас стояло аж 4 форсунки, которые дули во впускной трак и охлаждали воздух. Все, нету этой больше системы, потому что мы установили вот такой вот гигантский кулер от тысячесильного Китая ХКС. Здесь достаточно его, чтобы охладить весь воздух. Более того, метанол это дополнительная система, за которой нужно следить. И мы когда приехали в Японию на ФИА в прошлом году, и решили, о, да мы сейчас метанола здесь где угодно купим, нифига нигде мы его не могли найти. А когда нашли метанол, у нас проблема стала с дистиллированной водой, потому что он мешается с дистиллированной водой. И мы объездили все магазины автомобильные, никто не знал, а что такое дистиллированная вода? Ну понятно, потому что они по-японски удивляются. Так вот, нашли ее кое-как в аптеке, вот в таких маленьких бутылочках, и поняли, что еще раз с этим столкнуться мы не хотим, удалили систему, и все отлично работает. Но рано еще закрывать подкапотку. Самое главное изменение в машине, почему я от нее в этом году просто нереально кайфую, оно все еще здесь. Здесь, вот оно, у нас больше нет многочашки. Мы установили Макферсон от Сильвия С14С15. Что для этого пришлось сделать? Если в 32-й машине мы просто в чашке распилили новую дырку и воткнули туда стойку, то здесь, в 34-м кузове, так не прокатывает, потому что у него чашка совершенно в другом месте и иной формы. Нам пришлось удалить заводскую чашку от 34-го, вырезать ее, купить чашки на разборке от Сильвии и вварить их именно по тем местам, где они стоят у Сильвии. Причем, что самое интересное, они идеально подошли по лонжеронам, как будто и Skyline, и Сильвия, это одна машина просто с разными чашками, но с одними лонжеронами. Так вот, теперь у нас здесь Макферсон, максимально простая подвеска, никаких локов, идеальная управляемость. Я езжу и просто улыбаюсь, вот так. Думаю, как же классно ей рулить. И руль сам возвращается, и газом машина рулится, как у меня 32-й рулился, можно даже руки не держать. Поэтому максимальный космос. К сожалению, на горычашке на 34-м не очень удачной конструкции и в больших углах не едет, и руль залипает. Вот с этим-то я весь сезон прошлый и промучился. Ну что, сдался гонщик. Спустя 7 лет езды на классическом ручнике, который стоит вот здесь. Все, вертикалочка теперь. Максимально круто, суперудобно, очень рядом. Есть одна проблема. Две черные палки, они на вид одинаковые. И первые разы, пока я ездил, периодически вместо того, чтобы дернуть за ручник, включал четвертую передачу. Потом привык, перестал уже это делать, но продолжаю об этом иногда думать, что как бы мне дернуть ручник, а не повыситься. Потому что если на себя я дернулся квинталку, передача вверх. Суперудобно, суперрядом и суперточной. Самое главное, что движение более логичное. Оп, на себя. Чем вот так вот тянуть. Ну и еще одно немаловажное нововведение в салоне, это новый блок управления двигателем Motec M150. Это самый топ моторспорта, но не считая Bosch моторспорт. Конечно, Bosch моторспорт никто в дрифте не использует. Очень быстрый, очень профессиональный мозг с нереальным количеством возможностей. Чтобы вы понимали, он может писать 2000 каналов логирования с очень высокой частотой. Это значит, что мы можем мониторить абсолютно все параметры двигателя, параметры подвески. А мы к этому, надеюсь, в следующем году придем, что поставим датчики на подвеску и будем ее настраивать уже не просто на глаз, а не на жопомер, а будем смотреть лог. Но сейчас мы абсолютно все мониторим. Мы даже смотрим скорость вращения каждой турбины. А еще у нас везде это электронные. Заднюю часть автомобиля мы тоже полностью переосмыслили. Опять же, после краша во Владивостоке. Потому что, когда я влепился там в бетон и в поролон, я думал, можно и топливный бак потерять, и все на свете. Поэтому топливный бак у нас теперь переехал прямо над осью. Во-первых, он там хорошо давит на ось, а во-вторых, там безопасно. Радиатор чуть сместился назад, это значит, что у него стала лучшая продувка. Ну и так же, как и в прошлом году, у нас гидроусилитель руля от автобуса дизельного Мерседес. Как стоял здесь, так и стоит. Что еще добавилось? Вот эти две колбочки. Это дополнительные резервуары для стоек. Стойки у нас в этом году от Fill Suspension, 2W регулировки на отбой, на сжатие. А вот эти колбочки нужны для того, чтобы было больше жидкости, больше масла в стойках. Это значит, что их можно точнее регулировать. На каждый щелчок больше отклика. И самое главное, что они умеют в этом году, это ты, когда нажимаешь газ, машина присаживается вот так, морду вверх поднимает, а назад не отстреливает, как это было в прошлом году, когда я ехал на КВ Suspension. Это настоящие дрифтовые стойки, которые делает Оди Бачкис, из которого мы встречались на ФИА в 2017 году, у которого я проехал. А который сейчас, кстати, в формуле Ди два первых этапа выиграл. Короче, чисто дрифтовая история, которая создана для того, чтобы держать машину, поднятую вот так на передней оси. То есть морда задралась, ты в небо смотришь и на зацепе попер. Вот для этого это нужно. Еще одна доработка, которую на первый взгляд и не заметишь. На заднее осилность теперь, на каждое колесо, по восемь тормозных поршней. То есть стоит две машинки, по четыре суппорта. Это значит, что на ручник у нас теперь отдельная магистраль, четыре поршня давит. И на основной тормоз, мы их развели, тоже четыре поршня давит. Для чего это сделано? Раньше, когда у меня гидроручник был заведен в общую магистраль, когда я его дергал, тормоз становился дубовым. То есть информативность, я не мог и дергать ручник одновременно, и тормозом регулировать торможение, особенно в углу, это очень важно. Когда ты поставился, и ручником, и тормозом одновременно работаешь. Они все-таки не должны сообщаться. Поэтому по возможности, контуры разводите. То есть в стритовом дрифте это не нужно, можно даже на тросиковом ручнике валить. В профессиональном дрифте, особенно когда ты ставишься 160-170, то есть тебе нужно еще и в стену лететь, как на Сочи автодроме. Лучше, чтобы контуры были разведены. Ну, естественно, не могли просто взять какие-то суппорты с разборки. Мы купили самый жирный вилл, вот самый лайтвейт, который возможен, и его сюда прибили. Это для чего сделано? Для того, чтобы еще и смотрелось круто. Заглянул в колесо, и был вау-эффект. Вот у меня он до сих пор есть. Заглядываю, думаю, крутые тормоза. Ну и что, братан, кого ты догнал на своей супертачке? Напишите ее в комментариях. Так вот, приехала на Москва РСВ, во всеоружии, валил там 12 колес на практике, сточил, думаю, сейчас разорву всех. И перед квалой, как дал клача, как разлетелся мой новый карбоновый кардан, который мы сконструировали, более легковесный, новой конструкцией, должен был жить. Да, фиг-то там, но пополам сломался, все. Естественно, мы к валу никуда не поехали. К Рязани поставили прошлогодний карбоновый кардан от 35-го ГТРа с подвесом, чтобы там все гасило, все колебания, все нормально работало. Но в Рязани мы совпали на хитрого Чарльза Энга, который на безугловой схеме Гочу, меня и Лося, трех нормальных сибиряков, проехал. Вот, поэтому готовы побеждать. Тачка рулится, самое главное, что я от нее сейчас кайфую максимально. Она делает то, что я хочу, а это значит, что победа не за горами. Работаем над этим и кайфуем от дрифта. Нижний Новгород, третий этап. У нас самая быстрая машина чемпионата. Но столкновение с Хибино в ТОП-4, оторванное колесо, техсход и второе место на этапе. Москва, Мечково, четвертый этап. Сделали машину еще быстрее, заняли второе место в квалификации, уехали даже от Лосева на четыре корпуса в ТОП-4, но ошибка в дыму, в итоге, третье место. Родной Красноярск. Пятый этап. Дикие постановки бэкварда. Заряд на победу на домашнем этапе и первый в этом сезоне лог руля и вылет в камыши в ТОП-32. Шансы на чемпионство теперь уже кажутся призрачными. Но! 19-20 октября нас ждет финальный раунд в Сочи, где будут начислены двойные очки за этап, и любой может взобраться на тумбу по итогам сезона. Готовимся!